Крым – туристическая жемчужина России. Он прекрасен в любое время года. Сюда приезжать не только поваляться на пляже, но и развеяться, сменить обстановку. У каждого сезона своя прелесть. Весна – идеальное время для экскурсий. Творцовые парки, пешие прогулки и походы в горы. Без толпы и изнуряющей жары. Популярные автомобильные путешествия по живописным дорогам полуострова. В офисе турфирмы разрывается телефон. Стартовал третий этап кэшбэка. Сотрудники принимают заявки и с удовольствием рассказывают о специальных предложениях. Пять базовых программ – это «Вокруг Крыма за пять дней», «Комфорт», которые будут удобны и для детей. Компания предлагает увлекательные туры по Крыму. Подготовились основательно. Даже самый привередливый клиент найдет путевку по душе. Готовиться мы начали еще с февраля. Подготовили программу, загрузили на сайт, подготовили форму облаты. И увидели огромную отдачу и обратную связь. Потому что туристы, компании начали запрашивать Крым уже начиная в февраль-начало марта. И мы все ждали кэшбэк. То есть, грубо говоря, списки у нас уже образовались до начала кэшбэка. И вот сейчас мы только обрабатываем плоды нашей работы. Казань, Санкт-Петербург, Байкал и Калининград. Крымчане чаще всего выбирают эти направления. И также получают бонусы за отдых. Людмила Сопруг в Симферополь приехала из Ленинского района. Для путешествия выбрала культурную столицу России и Карелию. По программе кэшбэк оформила недельный отдых на июнь. Очень хорошо. Это всем людям, и работающим, и неработающим, а нам, пенсионерам, особенно приятно. Третий этап программы стартовал символично в день воссоединения Крыма с Россией. Первые бронирования начались уже на второй минуте продаж. За несколько дней туров по России с кэшбэком зарезервировали более чем на 2,5 миллиарда рублей. Крым по-прежнему возглавляет список самых популярных курортов страны. В самой южной точке Крыма, в объятиях гряды высоких гор и Черного моря, утопающий в зелени уникального парка, спрятался санаторий премиум-класса. Это делает его идеальным выбором для туристов, рассчитывающих на первоклассный отдых в Крыму. Четыре звезды – сервис не хуже европейского. Даже в межсезонье загрузка от 80 до 100%. За второй этап программы у нас отдохнуло около 300 человек. Это примерно 850 номера ночей. Вернуть 20% за путевку можно не только за отдых в отеле, но и за программу восстановительного лечения после COVID-19. Море, горы, мягкий климат, слебный воздух южного берега идеален для оздоровления в любое время года. Крым всегда был любимым местом отдыха для царской семьи, а затем и партийной элиты. Теперь же отдых по-царски может позволить себе абсолютно каждый. В этой бывшей резиденции Романовых даже стены лечат. Постковидных пациентов врачи санатория учат дышать по-новому. Ингаляции, уколы углекислым газом, крымские травы, арома и фитотерапии. Две недели оздоровления и релакса. В среднем такое лечение обойдется в 35 тысяч рублей. Все замечательно, я абсолютно всем доволен. Минусов не нахожу, даже пытаясь это сделать. Самое главное лекарство – это местная природа. Морской воздух в сочетании с ароматом хвойных растений – это естественный ингаляторий для легких и сердца. Мы постоянно ищем что-то новое для того, чтобы люди быстрее восстанавливались. Ну, первое, конечно, это климат наш. Которые люди перенесли ковидную пневмонию, они первые вообще нуждаются в том, чтобы восстановить именно дыхательную систему. Санаторий в программе «Кэшбэк» участвует с самого начала. В ее рамках здесь уже отдохнуло более 300 туристов. Уже есть бронь на третий этап госпроекта. Эта программа помогла восстановиться всем отелям и санаториям в период осени 2020 года после застоя весеннего периода пандемии. Потому что все-таки эта программа позволила довольно сильно привлечь туристов на осень и зиму 2020 года. На втором этапе в Крым было приобретено более 9,5 тысяч путевок. В программе приняли участие 9 крымских туроператоров и 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы из 16 санаториев. Это понятный и эффективный, явно затребованный и популярный сейчас инструмент для работы. Больше 160 объектов в Крыму только принимают в нем участие. Это и санатории, и отели. И обороты только набираются. Третий этап продлится до 15 июня с возможностью поехать в путешествие до конца июня этого года. Воспользоваться субсидией может любой обладатель карты МИР. Для этого нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, зарегистрировать свою карту, выбрать регион, отель и расплатиться. Количество путевок не ограничено. Чем больше тратишь, тем больше экономишь.